Девушки отдыхают Описание некоторых манёвров в инструкции по эксплуатации Вы не представляете, какой это дирижабль маневренный Вот, посмотрите Тут есть описание одной фигуры Позвольте, но по-моему вот это уже кто-то проделал Но не на дирижабле Вообще говоря, мы хотели познакомить вас с новой игрой, которая называется «Констрактор» Но перед этим, внимание Пролёт под мостом Игра «Констрактор» относится к классу стратегических игр Под классу управленческие игры Вид строительные управленческие игры Этот жанр стал довольно популярен после выхода знаменитого «Сим Сити» Констрактор, однако, несколько отличается от собратьев пожаров Во-первых, игра не является столь напыщенной и серьёзной Во-вторых, вы работаете не с бездушными и безымянными проводниками вашей воли А с живыми конкретными людьми Прорабами, менеджерами и рабочими У каждого из них свой характер и свои привычки Так что термин «Человеческий фактор» к концу игры станет для вас вполне понятным Виртуальные строители – люди ленивые и нерасторопные Если не дать им чётких указаний, они могут провести целый рабочий день в безделье Виртуальные прорабы – люди грубые, иногда неграмотные Поэтому с ними лучше не спорить, а терпеливо, не умничая, всё объяснять по два раза Суть игры такова После получения банковского кредита вам надлежит освоить какую-нибудь территорию, построив на ней какую-либо инфраструктуру Параллельно с вами территорию будет осваивать и конкурентная строительная фирма Так что если вы будете медлить, останетесь без работы Игра сделана достаточно качественно Есть здесь некоторые забавные опции Например, вы можете собрать всех своих рабочих, повезти их на стройплощадку конкурента и устроить грандиозную драку И все проблемы с конкурентами уладятся сами собой Ну и как? Маневр, вы полагаете, удался? Ну только не надо ничего говорить, ладно? Ладно, ладно Уважаемые зрители, мы заметили, что в последнее время в компьютерном мире повысилась хоккейная активность Это происходит потому, что сейчас выходит один хоккейный симулятор за другим В них даже специалисты путаются Вот и сегодня мы расскажем вам об еще одном виртуальном хоккее, который называется NHL PowerPlay 98 Не путать с НКЛ-98 PowerPlay это численное преимущество Ну что ж, уважаемые любители хоккея, тренеры и игроки Опять клюшки наголо и марш-марш У вас удаляют защитника, противник снимает вратаря И вот 6 на 4, кто кого Удар корпусом, соперник впечатывается в борт Трибуны ревут, у вас ломается клюшка Отбрасывайте шайбу коньком под удар партнеру Щелчок и шайба летит в рассверстную пасть пород Нет, ничего этого, к сожалению, не будет Это вам не NHL-98 К сожалению, у NHL PowerPlay очень много недостатков Во-первых, игра очень требовательна к машинным ресурсам Вам понадобится как минимум Pentium 150, да еще с ММХ Во-вторых, этот компьютерный хоккей ничем не напоминает хоккей настоящий Ни динамики, ни скорости Звуковое сопровождение тоже не важно В общем, если играя в NHL-98 вы чувствовали себя участником матча на Кубок Стэнли То в NHL PowerPlay вы скорее зритель, присутствующий на матче между Трактором и Авангардом Вот так бы и назвали игру, а то PowerPlay, PowerPlay Все основные опции сохранены Вы также можете тренировать команду, покупать и продавать игроков, разрабатывать стратегии и так далее Но графическое и звуковое оформление этих процессов довольно невразительно и не очень оригинально Но да ладно, со всем этим можно смириться Особенно если до этого вы не играли в NHL-98 Но создатели игры зачем-то предусмотрели возможность играть в хоккей не только трехмерный, но и двухмерный Двухмерный же хоккей в NHL PowerPlay выглядит, ну, просто неэстетично Один из наших экспертов припомнил, что нечто подобное он видел на видеоприставке году этак в 87-м Ну так бы и назвали игру, а то 98-98 В общем и целом игра может показаться неплохой, но при одном условии Если вы до этого не играли в непревзойденную NHL-98 Нас нередко упрекают в том, что мы показываем какие-то кровожадные игры Ну, уважаемые телезрители, ну мы-то здесь ни при чем Адресуйте свои претензии к создателям игр Тревожит другое Чем дальше, тем кровожаднее становятся сами названия игр Как и НД, например, или МДК Сокруши, убей, уничтожь, смерть, насилие Ну, мурашки по коже бегут Название последней игры нашей сегодняшней программы тоже весьма недвусмысленно Take No Prisoners Заложников не брать О сюжете игры мы расскажем вам схематично То есть так же, как это сделано в самой игре Наступило ближайшее будущее Неподалеку от города Сан-Антонио в США Произошел какой-то взрыв Видимо, опасный После этого начались необратимые мутации и социальные потрясения В результате город был негласно переименован в Син-Антонио А его население существенно сократилось Поясняем Син это по-английски грех Так вот, главный герой это сильный и мужественный человек Который сумел выжить и не попал в ту часть населения, которую называют Естественная убыль Однажды он грелся у самодельного костра Внезапно к нему подошли какие-то бандиты Поясняем Бандиты это вооруженные люди с отчетливыми намерениями Оказалось, что это не бандиты А люди одного из так называемых боссов Босс предложил главному герою сделку Герой должен выполнить какое-то задание А босс его вознаградит Герой соглашается Тут начинается, собственно, игра Создатели игры почему-то указали Что она относится к жанру 3D-экшен Возможно, что с геометрической точки зрения они и правы Действительно, объекты в игре трехмерны Но поскольку вы наблюдаете за героем сверху То одно измерение, как ни крути, пропадает Их остается два А это, согласитесь, не очень хорошо Впрочем, это не меняет сути игры Вам надлежит ходить туда-сюда и убивать врагов Поясняем Под врагами подразумевается все, что попадает в поле зрения Очищаете от врагов уровень? Задача выполнена Ну, разумеется, врагов много Они разные Видов оружия тоже несколько Ну и так далее В общем, есть чем поразвлечься Поясняем Поразвлечься, это купить трехмерную стрелялку Прийти домой и выяснить, что на самом деле она двухмерная Внимание поклонников седевых сражений Программа «Твинта» и корпорации «Фьюсоник» Объявляют об открытом чемпионате по игре в «Дюк-Нюкем» Принять участие в турнире могут все желающие Для этого нужно прислать письмо с номером вашего телефона И кратким рассказом о себе Правила игры мы сообщим дополнительно Победители ожидают всеобщее поклонение и хорошие призы «Дюк-Нюкем» постой! На сегодня это, пожалуй, все Мы полетели дальше Гейм, как говорится, оба До следующей встречи Субтитры создавал DimaTorzok